Это Любовь Соболь. Сегодня Алексей Навальный был задержан на выходе из спецприемника. Он отсидел 30 суток и только вышел на свободу, но тут его снова встретили полицейские и увезли в ОВД Даниловский. Сейчас Навальному грозит 20 суток ареста, то есть он отсидит подряд почти два месяца. Два месяца спецприемники, который рассчитан на несколько дней ареста. И за что? За то, что он не молчит и призывает протестовать против коррупции и пенсионного грабежа. Да, в России 90 процентов граждан против повышения пенсионного возраста. Больше половины россиян готовы протестовать против этой так называемой реформы. Что, остальных тоже будете арестовать? У людей есть право на мнение. Есть право быть против вашей пенсионной реформы. И у лидера оппозиции Навального есть. И у миллионов людей по всей России есть. И молчать арестами вы их не заставите. По закону в России уведомительный порядок проведения митингов. Но в реальности это не просто уведомление. Организатор митинга должен согласовать место и время проведения с властями. И если власти захотят, они могут услать акцию куда-нибудь на окраину города или назначить ее на 7 утра. Естественно, люди не хотят протестовать в лесу, на кладбище или не в удобное время. Люди высказывают свои требования и хотят, чтобы их услышали. Не на кладбище и не в 7 утра, а в центре и днем. Потому что центр города для этого подходит наилучшим образом. И даже если согласование не дают, люди все равно выходят. И Навальный, естественно, тоже выходит в центр Москвы. Несмотря на то, что его после этого задерживают и арестовывают. За последние полтора года он провел в спецприемнике 120 суток. 4 месяца. И это без учета сегодняшнего протокола. Но сегодня наши власти превзошли самих себя. Навального арестовали сразу после того, как он уже отсидел 30 суток. Демонстративно. Просто практически со словами. Посмотрите, как мы можем. 11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Навальный тогда был в спецприемнике и ответить на это восхитительное видео Золотова не мог. И вот он наконец вышел. Уже практически шел записывать видеоответ. И что же мы видим? Его снова задержали. Интересно, что бы по этому поводу сказали знатоки дуэльного кодекса 19 века? Честность поединка зашкаливает. Или вот, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин. В середине августа Навальный и ФБК выпустили расследование про то, что 82-летняя мать Володина оказалась владелицей почти 400-метровой квартиры. Володин ответил на это о совпадении тоже после того, как Навальный был арестован. До этого молчал или отказывался комментировать. А тут вдруг взял и рассказал, что его мама купила квартиру на свои и вообще она у него официальный миллионер. И, конечно, не получил видеоответ от Навального. Ведь Навальный же не может пользоваться телефоном в спецприемнике. Удобно, когда тот, кому ты отвечаешь, сидит под арестом. Ну и пенсионная реформа. По ней диалог, если можно так сказать, должен был проходить с Путиным через митинги 9 сентября. И Навального посадили перед этими митингами. Акции, естественно, прошли и без Навального. На них же люди выходят не потому, что они так любят Навального, а потому, что они против повышения пенсионного возраста или еще каких-то решений властей. Это же так просто понять. Власти думают, что арестами Навального показывают свою силу. Но на самом деле это не так. После обращения Золотова многие уже покрутили пальцем у виска и сделали выводы. И сейчас снова сделают. А потом пойдут и проголосуют за любого, кто не из нынешней партии власти. Потому что сколько можно так по-хамски себя с народом вести? Народ и ответить может. В воскресенье прошли вторые тура на выборы губернатора в Хабаровском крае и во Владимирской области. В обоих этих регионах губернаторы-единороссы проиграли. В Хабаровском крае действующий глава региона, единоросс Вячеслав Шпорт, проиграл кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу. И как проиграл? С разгромным счетом. Разница больше 40 процентов. Больше 40 процентов. Владимир Путин на выборах президента получил меньше процент. У него было чуть больше 65 процентов, а у кандидата от ЛДПР почти 70 процентов. Кто же такой Сергей Фургал, что у него такие результаты? Он депутат Госдумы, трех созывов от ЛДПР. До этого занимался бизнесом. В 2011 году коммерсант писал о задержании внештатного помощника Фургала, авторитетного бизнесмена Михаила Тимофеева. Правоохранительные органы обвиняли его не в чем-нибудь, а в руководстве ОПГ. В итоге Тимофеева приговорили к 8 годам строгого режима за вымогательство. Ну а еще Фургал известен вот этой фотографией с Госдумы. Просто депутат, который пишет законы с пластиковым стаканчиком. И вот такой человек стал губернатором Хабаровского края. Это как должна была себя вести действующая власть, чтобы народ за Фургала проголосовал. Но народ проголосовал. И это не просто протестное голосование против какого-то чиновника. Это один из немногих способов выразить свой протест. Партии независимые не регистрируют. СМИ почти все под контрольной власти. На митинги люди ходить боятся, могут быть проблемы на работе. А вот прийти демонстративно проголосовать против действующей власти могут. Думаю, этим и объясняются нынешние результаты. Во Владимирской области действующий губернатор Светлана Орлова тоже проиграла. Победил местный депутат ЗАГС Собрания от ЛДПР Владимир Сипягин. И тоже с довольно большим отрывом, почти в 20%. Многие избиратели даже не знали, кто такой Сипягин. Вот, например, диалоги с избирателями из репортажа новой газеты про эти выборы. Это как надо было достать людей, чтобы они были готовы голосовать вообще за неизвестного им человека, со словами «надоело» и «лишь бы не Орлова». Но Владимирской власти удалось. Люди пришли и проголосовали именно так. На этих выборах просто удивительные результаты. Сорванные выборы в Приморье, которые в итоге отменили. Разгромное поражение Вячеслава Шпорта в Хабаровске, а ведь он 9 лет краем руководил. В Хакасии действующий губернатор вообще не стал дожидаться второго тура и снялся за несколько дней до голосования. Ну и Сипягин. Его многие называли техническим кандидатом, но теперь он избранный губернатор Владимирской области. Просто успех Единой России и всех, кто отвечал за проведение выборов. Поражение действующего губернатора с разницей в 40% это не каждый день увидишь. О чем же говорят такие результаты? Уверена, они говорят о том, что власти должны открыть политику. Смотрите, за кого люди уже голосуют. Людям нужна политика. Допускайте нормальных кандидатов. Вступайте в настоящую конкуренцию. Иначе народ может и не ограничиться протестным голосованием. Не доводите народ. Российским компаниям предложили вложиться в проект предполагаемой дочери Путина. Об этом сообщает издание The Bell и другие СМИ. Предполагаемые, потому что это на Западе семью президента все знают. А у нас официальной информации про дочери президента очень мало. В январе 2015 года журналист Олег Кашин назвал дочерью президента Катерину Тихонову, директора фонда «Национальное интеллектуальное развитие», который действует под брендом «Инна практика». Затем об этом же написало агентство Reuters в своем расследовании. В августе помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у частных российских компаний 500 миллиардов рублей. Эти деньги нужны правительству для реализации указов Путина. Потом решили все-таки деньги вот так просто не изымать, а предложить бизнесу проекты для инвестиций. Судя по всему, очень настойчиво предложили, как наше государство умеет. И вот среди предложенных проектов оказался проект «Инна практики». Пока известна стоимость только его пилотной версии. Это чуть более миллиарда рублей. Но среди задач, которые проект должен реализовывать, указано создание пояса из тысячи технологических компаний вокруг ведущих технических вузов России в 2026 году с общей выручкой до 100 миллиардов рублей. Так что можно предположить порядок планируемых инвестиций. В 2016 году Алексей Навальный выпустил расследование о том, что фонд «Инна практика» получил 900 миллионов рублей за счет госконтрактов и целевых износов. И вот теперь выясняется, что этот фонд может скоро получить еще миллиард. Отлично идут дела у фонда «Инна практика». Прекрасно России в будущее его бизнес не будут заставлять вкладывать в некие приоритетные проекты, и странный фонд дочери президента. Предприниматели будут инвестировать в образовательные проекты, потому что это правильно и им выгодно, а не потому, что их попросили люди, которым невозможно отказать. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.